Aomay Backupper. Создание образа Windows 10 и восстановление из образа. Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня с вами ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим, как создать резервную копию системы. Мы будем создавать бэкап нашей операционной системы Windows 10. И мы будем делать это с помощью программного обеспечения Aomay Backupper. С помощью этого программного обеспечения мы будем создавать полный образ системы и восстанавливать из образа. Как же это происходит? Подробнее в видео. Aomay Backupper. Открываем первую ссылку aomaytech.com, которая ведет на официальный сайт Aomay. Выбираем Downloads Freeware, то есть бесплатная версия. Сохраняем наш файл, который весит 86 мегабайтов. Различия бесплатной версии от Pro-версии, Server, но нам хватит и бесплатной версии. Здесь где галочка стоит, это то, что нам нужно. А где здесь галочки нету, то этих пунктов у нас нету. Нету клонирования диска. Нету восстановления из сети. Универсальное восстановление, то есть можно разворачивать на другое железо. Здесь такого пункта у нас не будет, бесплатной версии. По расписанию нету восстановления, но это все нам не обязательно. Ведь бесплатной версии нам достаточно создать резервную копию и восстановить из этого образа. Приступаем к установке нашей программы. Запуск от имени администратора. Выбираем язык у нас здесь. Русского языка нету, так что будем устанавливать на английском языке. По умолчанию cprogramfiles.x86. Install now. Установка программы выполнена успешно. Происходит запуск нашей программы. Все на английском языке, но интуитивно нам здесь понятно. Создание бэкапа, восстановление и расширенные настройки. Нам самое важное создать резервную копию. Выбираем бэкап, выбираем систем бэкап, можно также диски бэкапить и партишн бэкап. И восстановление все так же. Клонирование у нас только в Pro-версии. Вот здесь написано Pro-версия и утилиты здесь. Тоже в Pro-версию нам доступно Merge Images и AOME PXE Boot Tools. Выбираем бэкап. Выбираем систем бэкап. Наш диск C, где у нас установлена операционная система с нашими программами. И на 500 мегабайт это скрытый раздел Windows 10. Если откроем бэкап опшенс, произвести кое-какие настройки. Но здесь по умолчанию я оставлю. Диск D у нас восстановление. Новый том. Это буква D. Если у вас внешний жесткий диск, выбирайте здесь внешний жесткий диск. И храните уже на внешнем жестком диске. Название бэкапа с систем бэкап 1 у нас. Нажимаем Start Backup. И происходит у нас резервное копирование нашего локального диска C. Создание резервной копии завершено. Предварительно просмотрите, чтобы никаких ошибок здесь не возникало. И вот наш D.System.Backup. Файл D.System.Backup. Это новый том, вот в папке он у нас. System.Backup. И здесь наш файл. Вот он. Вот таким образом выглядит наш файл архива. Просто здесь нажимаем Finish. Скрывать расширение убираем. Посмотрим. Расширение у нас .ad. Приступаем к восстановлению нашей операционной системы. У нас есть резервная копия. Вот у нас System.Backup.1. Созданная 10 января. Выбираем Restore. Наш System.Backup. Вот наш файл. Можем прямо отсюда нажать Restore. Можем вернуться в третий пункт. И здесь нажать System.Backup. Next. Закрыть все программы нам нужно перед восстановлением. И нажимаем Yes. Выбираем Full Backup. Next. И видим, что локальный диск C будет перенесен. И 500 мегабайтный файл будет перезаписан. Нажимаем Start Restore. Yes. И у нас происходит восстановление из резервной копии нашей операционной системы. Происходит перезагрузка. Повторный запуск. И у нас запускается AOMEI Backup. На 49% он продолжает дальше. Восстанавливает нашу систему. Нажимаем ОК. И происходит перезагрузка нашего компьютера. Восстановление системы с помощью AOMEI Backup. Прошло успешно. Мы восстановились в нашу систему. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.